У нас ребятишки играли на гитаре. То есть он играл и на гитаре, и на ударных, и на клавишах синтезатор. То есть все, ребятишки, конечно, к нему бежали. Мой ребенок тоже к нему ходил. Она у него песни пела. Анна – библиотекарь в Творогово. Это в двух шагах от поселка Логовой. В соседнем отчитального зала кабинете уже много лет работает сельский клуб. Дети от пяти лет и старше играют здесь на гитаре, собираются в группы, организовывают концерты, занимаются спортом и просто хорошо проводят время, рассказывает девушка. Я вот, например, в шоке. Я даже не могу поверить, что это правда. То есть мы человека знаем с такой стороны. Он как бы ко всем хорошо. Дети к нему тянутся, они бегут к нему. Евгений Иванович, давайте поиграем. Он с ними и спортивные площадки организовывает. И в мяч они играют. Ребята играли на гитаре. То есть у них прям кружок был. Играли на гитаре. У них образовалась группа. Группа девчата. Девочки по 12. Кому 10, кому 12 лет. Руководил сельским клубом 59-летний Евгений. В прошлом бывший депутат Вановарского сельского совета депутатов и инструктор по физической культуре и спорту в Ивенки. Вот он на клавишных вместе со своими учениками в прошлом году дает концерт в честь 76-летия Победы. В мае этого года Евгений резко ушел с должности и никому ничего не объяснил. Где-то в это же время в поселке 15-летняя девочка попала с болями в животе к врачу. Выяснилось, что она уже на третьем месяце беременности. Как рассказала школьница правоохранителем, отец ребенка – 59-летний директор сельского клуба. Новость быстро облетела деревню, но местные жители до сих пор не верят словам школьницы. Да и саму забеременевшую почти никто не знает и в глаза не видел, рассказывают местные. Хотя, как правило, в маленьких поселках такое не утаить. Он нормальный человек. Да у нас даже в деревне нет таких девочек. Если бы говорят даже слоговика, ну я вот знаю всех девочек. Ну нету такого естества. Это наговаривают на человека все. То же самое там даже вот в интернете, да, фотография двух полицейских и просто написано. Я также могу даже на вас, да, любую фотографию выложить и подписать все, что хочу. По данным следователей, речи об изнасиловании не идет. Все было по добровольному согласию. Вот и сам мужчина признается. Девушка начала первой оказывать знаки внимания. Он был против только поначалу. А сейчас готов оказывать любую помощь, хоть у самого и с жена, и взрослые дети. В том-то и дело, что говорил, что ну нельзя. И возраст, ты понимаешь, что... Ну, мне показалось, что человек взрослый уже такой, как-то вот так я. Мы хорошо знакомы. Хорошо знакомы. Претензий никто никому не имеет. Ну, будем помогать, будем что-то придумывать. Так что, стыд, позор просто, и все для меня. Все понимал, все понимаю, все думал. Конечно, никто не узнает. Ну, вот так вот получилось. Жизнь и жизнь. Планом мужчины может помешать правосудие. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение» и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Наказание – от обязательных работ до лишения свободы до 4-х лет. Дмитрий Шкузин, Владимир Антонов. Новости ТВК.